Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать заметки по гео-стратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас феномен опричнины, раздел «Теория власти». Одним из самых непонимаемых, неоднозначных и вызывающих споры эпизодов русской истории можно по праву считать опричный период. Это 1565-1572 годы, правление Ивана IV Грозного. Данный период выпадает из типовых моделей и создает большое пространство для толкований, спекуляций, домыслов, мифов и легенд. Погружаясь в мелочи и детали, очень легко не разглядеть целого, однако опричнина не является абсолютно уникальным и необычным явлением. В ней можно найти схожие черты с другими изменениями. На рисунке представлен сравнительный анализ опричнины с революцией, дворцовыми или олигархическими переворотами, установлением тирании и военным переворотом, что позволяет проще понять разницу и схводство между всеми указанными явлениями. Опричнина была не состоянием, а ограниченным по времени процессом, инициированным правителем сверху. Цель была быстрый, жесткий, революционный демонтаж очень устойчивой государственной системы управления, не способной к развитию и должной реакции на вызовы. Все это происходило в условиях дефицита времени и неблагоприятных долгосрочных перспектив для государства. Для Ивана Грозного опричнина стала красивым и элегантным выходом из цунгцванга, прыжком за флажки, когда любое инерционное или эволюционное действие делало перспективы только хуже. Субъектом революционных изменений выступила верховная власть, вынужденная избавиться от предыдущей опоры и основы государственности, но не ради личных амбиций, а для изменения системы выхода из будущего тупика. Для управленческих систем характерно закисление, здесь в кавычках постоянный рост чиновничьего аппарата, падение продуктивности, адаптивности и эффективности. В XX веке у Британии исчезли практически все колонии и военно-морской флот, но соответствующие министерства росли около 5% в год, вне зависимости от происходящих изменений в реальном мире. Отрицательный отбор и зависимость статуса от количества подчиненных – универсальные законы этих систем. Лишь постоянная жесткая воля, направленная на ограничение численности вместе с регуляторным распуском и набором по новой, позволяет сдерживать аппетиты. Однако, не нужно путать чиновничный, управленческий подход и власть, последние не нуждаются в видимых доказательствах своей полезности и значимости. Если посмотреть биографии государственных деятелей России от министра и выше, даже в текущей ситуации среди них очень редки профессиональные чиновники, что пришли в министерство специалистами и за десятки лет доросли до больших должностей. Правда, пока сплошные эффективные менеджеры, но все же. И да, в ближайшие дни выйдет ролик на YouTube-канале, где обсуждаем вопрос опричнины и ее перспективы в России. Хотя начинали с последних действий финансово-монетарных властей. Спасибо, что слушали ролик до конца. Пишите ваши комментарии. Я вам желаю всего хорошего.